Добрый вечер. Мы сейчас находимся на блокпосте. Приехали на блокпост Кошары. Нам сообщили о том, что здесь срочно собираются активисты для того, чтобы усилить оборону этого блокпоста. Связано это с тем, что сегодня в Одессе, как вы знаете, произошли очень тревожные события. И в связи с этим появилась такая информация, якобы в сторону Одессы из Николаева могут ехать активисты в поддержку пророссийско настроенных активистов, так будем называть политкорректно. Сейчас мы подойдем к людям, которые сюда приехали, для того, чтобы узнать, какая сегодня обстановка. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы почему сегодня решили сюда приехать? Сегодня такая ситуация у нас в Одессе, там на Куликовом поле. Мы знаем из СМИ, из интернета знаем, что там сегодня происходит столкновение, была провокация сепаратистов. И, в общем-то, там заборуха такая. Сейчас, на данный момент, как бы мы знаем, что там есть уже даже пострадавшие, погибшие люди. А здесь у нас блокпост, наш южневский, Кашарский блокпост, где мы будем тоже участвовать в этом, принимать участие. Как-то есть информация, что будут прорываться машины на Одессу. Мы знаем, что в Херсоне, мы поддерживаем связь с Херсонской самообороны, с Николаевской. В Херсоне задержали уже две машины, остановили, развернули. Также мы получили информацию, что будет идти отток с Одессы. Будут они как-то разъезжаться, там раненые. Ну, не знаю, как это будет все выглядеть. С нами тут есть и автоматчики, милиция есть, в общем-то, люди, вот мы видим. Будем как-то помогать, влиять на эту ситуацию. Сейчас вот подъезжает автобус, я к вам еще вернусь. Вот мы видим, подъехал автобус, сотрудники ГАИ останавливают. При мне уже остановили несколько машин и два автобуса, которые проезжали. Вместе с сотрудниками ГАИ работают активисты, которые помогают им осматривать. Вот этот автобус остановили. Сейчас туда зашли сотрудники ГАИ и, по всей видимости, проверяют. Вышел сотрудник ГАИ. Здесь, на блокпосту, действительно, сегодня намного больше людей, чем обычно. Дежурят здесь уже около двух недель. Ну, и в основном это несколько человек. Сегодня, якобы, пришло подкрепление не только из города Южного, но и из города Одессы для того, чтобы обеспечить безопасность. Сотрудник ГАИ очень внимательно осматривает автобус. В автобусе, в основном, пассажиры. Идем дальше общаться с людьми, которые сегодня здесь несут службу. Ну, скажите, вы к автобусу тоже подходили сейчас, да? Да, конечно. Как реагируют люди? Есть люди по-разному реагируют, есть с пониманием реагируют. Так как люди понимают, что сегодня происходит в нашей стране, и кто-то пытается. Ну, не кто-то, уже всем это известно, что руководство, да, президент Путин, он вмешивается во внутренние дела Украины, да? И пытается разбить нас. Украину разбить, целостность ее разбить. И мы знаем то, что ситуация с Крымом была сегодня, да? И люди есть по-разному реагируют. Есть нормально реагируют, а есть, конечно, не агрессивно настроенные люди. Ну, в общем-то, так. Ну, а что делать? Без этого тоже никак нельзя. И мы досматриваем транспорт, автобусы досматриваем, в общем-то, чтобы не было провоза оружия там и всего такого остального. Потому что мы знаем, что сегодня свозится, массово свозится и оружие, и амбуднирование, в общем-то, дубинки, бронежилеты. Мы видим это, да, в городе люди с автоматами откуда-то появляются. Это же надо иметь на это все какие-то разрешения. Вот. Поэтому мы пытаемся как-то влиять и пересекать, и останавливать. И с нами есть тут и правопорядок, в общем-то, милиция есть тоже, которая. Мы с ними сотрудничаем. Хорошо, спасибо. Мы идем дальше. Добрый вечер. Вы здесь чай пьете? Да, заливаемся. Вы сегодня дежурите или приехали по собственной инициативе? Нет, мы хотим усиление. Мы хотим усиление. А с чем связано то, что вы приняли такое решение усилить блокпост сегодня? Нет, это наша церковь, тут должен быть порядок. А информация есть какая-то? Скорее, скорее через события в Одессе, что сегодня. Нет, я ребятам выдал. Это блокпост «Педсилер», а так тут меньше. Ну а взагалі, є якась така стревоженість, особенно, чи сьогодні, как зазвичай? Ну, я, конечно, стревоженість. У меня немає ніякої стревоженности. Нормальний день. Ну да, есть такие події, ну то и что? Ну, что тут? У нас, звичайного, немає. Ну, это я, как для себя, как я бачу. Что я вчера был тут, что я сегодня был тут. Ну, как... Накал трошечки сближился. Ну, так, чтобы аж бояться когось, або внутренне переживаться. Ну, нема. Співробітники Державтоінспекції з вами співпрацюють? Нормально? У цих днів як спостерігалися? Значит, співпрацюють. Ну, они же так само, ну, они по змінах приезжают. У нас там 6 годин, через, по 6 годин у них там, ну, где себе діти, да. Він не піде в Назгвардію, не візьме зброю в руки. Ну, зато він прийде на блокпост. Просто так само викид адреналіну тут. Где людина по-різному може проявити себе. Хтось проявляє себе, вот просто чудуешь. Просто чудуешь, дивишься, ты покажешь туда, тут земля украинская, тут прапор украинский, тут территория украинская. И тем самым люди себя проявляют так. Він не може сидіти за ноутбуком, її там переписывать. Да, а, я патриот, да. Він не може. В силу своїх уже наскількість відношення ронар-звучених ситуацій не має. Ну, я думаю, что тут... Подія на всю область Вінну, наприклад, блокпост Кошарський, Вінна, розпочалася, сепаратистик по одну сторону, проукраїнський, по іншу сторону, в іншу сторону Вінфіп перестірка. Ну, не може. Ну, тут таке місце, тут таке місце, воно дуже нещасливе, так. Ну, так. Ну, є таке, знаєте, хто вірить в саме. Хмець, но воно на сторону вже. Хто не вірить, то таке. Я дивлюся, ви каву п'єте. Ви надовго сюди прийшли? Воно будет на всю ночь. Воно будет на всю ночь. Зрозуміло. Ну, якби, коли збиралися сюди на підселення, то, якби не було таких думав, от я на пів годинки там подивлюся, і якусь назад. Просто приїхав, а там по ситуації вже я був. Ну, якби у мене так було, я не знаю, як нічого приїжджала. Ну, хтось дає відбій, чи ви самі приймаєте рішення? Ні, самі. Ну, я, знаєте, оцей блокпост, це тільки тут 30... Тут автобус під'їхав. Адвати, так, 6-сот коградців на пів. Автобус під'їхав, відкриваються двері, виходять люди. Знову зараз почнеться догляд автобусу. Це пасажирський автобус. Зараз спробуємо підійти до водія, спитати, як він реагує на те, що такий догляд ретельний, як він до цього ставиться. Добрій вечір. Ви в прямому ефірі, я журналист, тому я вас просто... Як ви реагуєте на те, що такий досмотр? В принципі, нічого такого плохого я не вижу. Время щось таке. Много блокпостов по дороге? По дороге? Я не считав, дівчині. Але на кожному станавливають? Ну, наверное, так треба. Главное, щоб не стріляли. Правильно? Ви со мной согласны? Все, до свидания. Будьте здоровы. Спасибо. Водітей в основному реагирують воздержанно, я бы сказала. Я не думаю, что они в восторге от того, что приходится им постоянно останавливаться, потому что блокпостов по дороге из Николаева несколько, поэтому вот такая вот ситуация. Вот все, что мы видим. Каким образом оборудован блокпост. Мы видим здесь шины, видим бетонные блоки, видим мешки с песком. Ну, и самое главное, это флаг Украины. А вот их здесь несколько. Поэтому... А с другой стороны там есть такой плакат шуточный. Ну, мы к нему подойдем попозже. Сейчас попробуем еще пообщаться с активистами. Здесь вот депутат Южненского городского совета. Здравствуйте. Добрый день. Александр Горин. Скажите, пожалуйста, вы почему здесь? Может быть иначе. Ну, так получилось, сложилось так, что я являюсь координатором этого блокпоста Кошары Южной. Ну, так сложилось. И, естественно, я несу тоже ответственность за тех людей, которые присутствуют здесь. И поэтому моя непосредственная обязанность в такие трудные нужно тоже находиться здесь. Ну, я и сам тоже стою здесь в дежуре, когда выпадает моя дежурция, скажем так. Ну, ни для кого не секрет, что это место такое, оно на самом деле не защищено настолько, на 100%, потому что здесь достаточно открытая местность, здесь такая освещенность, ну и, в принципе, здесь происходили такие события, которые настораживают, на самом деле. Ну, то есть есть люди здесь и погибшие, и милиционеры. А вот, каким образом вы можете обеспечить безопасность этих людей? Ну, смотрите, мы не будем, наверное, как-то перекладывать, там, верить в мистику или еще что-то, как бы, место. Я понимаю, о чем вы говорите, потому что здесь были погибли сотрудники милиции, когда у нас было здесь ЧП. Вот, но дело в том, что это место выбрано почему, потому что здесь есть освещение. И сейчас мы продумали, вот там чуть дальше есть тоже стол электрический, когда уже повесили фонарь, сейчас мы заказали 170 метров кабеля, где нам готовы люди с Кашарских первых дач, мы уже договорились, есть договоренность в устной форме, где они готовы поделиться своим светом, где мы будем подключаться к нему, и будет освещение и на дороге, вот, ну, чтобы было видно в ночное время, какой транспорт приближается. Стояло, стояло, есть возможность было перенесеть блокпост ниже туда, в сторону Коблева, там, где раньше была весовая. Но там есть сложности, там вообще подключиться не к чему. Вот, генератор найти не проблема, но вы же понимаете, генератор это 10 часов работы, это где-то 150 гривен в день, соответственно, 4,5 тысячи гривен в месяц, грубо говоря, что посвятится более-менее нормально. Но таких возможностей нет, потому что здесь стоят волонтеры, то есть, ну, как бы, ни по финансированию такого нет, там, и поэтому решили так, что блокпост уже будет оставаться здесь. Какой несет ответ, ну, нагрузку, скажем так, блокпост, скажем так, я имею в виду, не столько, наверное, сколько, так, чтобы действительно там останавливать и как-то преграждать путь людям, которые едут там с оружием, и там с автоматами, и как-то настроенности практически, сколько как-то чисто символической, потому что мы видим, здесь есть украинский флаг, то есть люди проезжают, люди сигналят, люди видят, что есть Одесская область, в Одесской области, как говорится, более-менее все спокойно, хотя сегодня ситуация, конечно, мы же понимаем, духовность под контролем, вот, но видишь, что здесь Украина, что здесь есть патриоты своей страны, свои области, своего города, и южницы здесь, здесь люди с Кошарки, дежурят из Сычавки, из Каминтернского района, вот, то есть мы как бы объединяемся, то есть, ну, при такой нынешней ситуации, вот, естественно, мы, какая задача этого блокпоста, именно мониторинг, то есть, ну, вы видели сами, да, то есть останавливаются автобусы, мы останавливать не можем гражданские, останавливаются с помощью гаишников, представителей госавтоинспекции, то есть показываем, какой микроавтобус или какой автобус нужно остановить, то есть проводится досмотр, есть у нас алгоритм действий, скажем так, если что-то мы замечаем, значит, соответственно, мы сигнализируем в областной штаб, в громадской беспеке, и там уже принимают дальше действия уже по тому или иному транспортному средству, если мы что-то помещаем в областной штаб. У вас есть связь с блокпостами, которые находятся на Николаевской, Николаевской области? У нас есть связь и с Николаевской областью, и с Херсонской областью, сегодня мы тоже созванивались, почему сегодня здесь, на этом блокпосту, очень много людей, наших юженцев и близлежащих, как говорится, населенных пунктов, потому что поступила информация, что здесь должны были прорываться 500 человек вооруженных именно на Куликовом поле для поддержки в российско настроенной общественности, да, да, граждан, вот, поэтому как бы информация-то есть, мы мониторим, то есть везде мой телефон есть, я вот буквально еще 10 минут назад, там, или 20 ездил в Поблево, оставлял свой телефон там сотрудникам милиции, то есть они там тоже досматривают автобусы, проверяют, вот, и связь мы держим, потому что понятно, то есть из Херсона, в Херсоне с ним завернули два автобуса, которые действительно люди выдвигались, но завернули и их там уже там досматривают, там проходят какие-то они там, открыто там, не знаю, следствие, не следствие, но в любом случае, то есть люди как бы выдвигались, вот, то есть до нас так, слава Богу, как говорится, не доехало, потому что качественно люди работают в Херсоне, в Николаеве, в Николаеве, в Николаевской области более-менее ситуация спокойна, вот, взаимосвязь есть, естественно, мы на связи, ну, слава Богу, хоть, как говорится, по времени, мы всегда можем как бы среагировать, потому что город Южин здесь недалеко, и мы можем как-то собрать группу людей. Мы стоим здесь, естественно, невооруженные, вы видели, да, в принципе, обратили внимание, вот, ну, мы знаем, здесь у нас есть и погранзаставы, у меня есть взаимосвязь с обладминистрацией нашей Одесской, с областным штабом, взаимосвязь с погранзаставой, с воинскими частями, то есть мы, если что, то есть, здесь и будет какая-то опасность, вот, то мы, естественно, как говорится, повезти, мы здесь уже, как говорится, усилимся уже не просто гражданскими, а уже такие более людьми, которые будут подготовлены, которые должны, которые готовы отдать, ну, дать вид, так сказать, тем людям, которые хотят проваться в Одесскую область. Есть какая-нибудь амуниция у тех людей, которые здесь дежурят ежедневно? Я слышал, если что. Есть ли какая-то средство защиты у тех людей? Средство защиты, средство защиты у нас 4 бронежилета, 5 жилетов, мы видели, да, ну, яркого цвета, который ночью садится, как у гаишников. Вот, и средство защиты, то есть, приветствуется, что если у человека есть, ну, понятно, вы видели там подобие, наверное, бит каких-то или еще что-то, но мы как бы стараемся людей не пугать, потому что у нас такая задача, потому что люди едут разные, у нас Одесса с 7-м километром, вот, если мы начнем пугать там каких-то там челноков, которые ведут там с Харькова, с Донецка, там, или еще за товаром на 7-м километр, то есть у нас не стоит задача людей там как-то запугать еще то есть люди толерантно представляются кто то есть у всех бейджики все это согласовано вот если защиты у нас есть обращаются к нам и люди подъезжают перед мы охотники то есть там у нас есть их телефоны то есть они могут тоже приехать на какую-то помощь право документы на право ношения оружия то есть ну как бы это ну приветствуется у нас не должно быть почему так сделано потому что к сожалению на волне революции на волне того что говорится происходит есть люди с разными как говорится позициями с разными то есть на этом общем плане они группируются какие-то банк формирование под эгидой там революции там майдана сотни там правого сектора или еще что-то производит на нападение там допустим на какие-то там транспортные средства решение чтобы разделить кто в правовом поле кто не право поле естественно у нас оружие его нет потому что если мы правом поле у нас есть бейджики мы согласованы этот блокпост свободы администрации значит соответственно к нам мы в правовом поле а если все остальные то это конечно уже к ним другой подход другой разговор и они должны нести ответственность спасибо большое пожалуйста вот мы пообщались здесь есть люди не только южненские но из одессы насколько мне известно более того мы пообщались сотрудниками гаи они тоже сказали что они работают вместе с гражданскими активистами а вот что у них есть связь с блокпостом в николаеве поэтому в любом случае если вдруг что-нибудь случится что-то произойдет на каком-нибудь из блокпостов николаеве об этом будут знать сотрудники гаи которые дежурят сейчас на блокпосту в кошарах сейчас остановили микроавтобус микроавтобус без стекла туда пошли активисты сотрудники гаи для того чтобы его осмотреть пойдем еще найдем кого-нибудь кто сможет здравствуйте еще раз вам потому что мы с вами не пообщались а вот вы я извиняюсь конечно что я свечу непривычно просто да очень непривычно это просто издержки производства так сказать потому что нам нужно чтобы вас видели люди вы сегодня приняли решение самостоятельно что вы придете сюда дежурить периодически дежурю я сменился я прошу я вчера весь вечером бежу увидел по интернету что творится в одессе я счел необходимым что нужно усилить наш блокпост на всякий случай от неизвестных людей поэтому тут есть пятая жилетка запасная все на такси приехали но спокойно очень рад что люди прибывают никогда так людно не было всегда было спокойно а чем как-то нестабильнее ситуация становится очень радует что люди выходят вот они все здесь когда мирно то мы тут втроем дежурим спокойно олицетворяет совет украинскую власть просто от того что это наша земля мы боремся за свою власть а я не знаю спокойно вечер провели вчера сегодня чуть иначе и людей соответственно очень много но вы собираетесь тоже здесь всю ночь находиться или посмотрите по ситуации посмотрим по обстановке если нет необходимости мы не являемся фанатами лишь бы сидеть здесь но если надо мы будем здесь и сутками будем сколько нужно нам некуда отступать это наша земля мы боремся за свою власть а в основном во время ваших дежурств были какие-то такие неприятные инциденты нет нет практически очень спокойно очень стабильно периодически мы не имеем права как-то останавливать не оставляем за собой права останавливать машины автобусы для этого есть постоянно находятся здесь сотрудники ГАИ они нам останавливают иногда то есть не так много не все подряд автобусы то есть если рейсовый автобус Одесса Николаевна вот зачем мы вот на Астанаву то есть периодически вот какой-то автобус странный там какими-то номерами странно выглядящий установили посмотрели водитель приезжал документы мы посмотрели внутри улыбающиеся люди счастливого пути ни разу нам никто и не попадался плохие люди но мы здесь были чтоб все видели все проезжающие видели тут не зеленые человечки свои украинцы как есть свои курсы а проезжающие как реагируют? ну они проезжают и трудно сказать они там радуются, восхищаются удивленно смотрят особенно удивляют вот те, которые южницы, которые в общем-то здесь живут не проезжающие откуда-то куда-то так медленно поворачивают чтоб видели что здесь не кто-то, не чужаки стоят я южний меня видят, что не бандеровцы приехали откуда свои своя земля нормально все смотрят нормально относятся очень поражает очень, очень пользуясь точно порассказываю вот мы дежурили вчера подъехала машина то, как к нам люди относятся вот отношение людей подъехала машина я так подозреваю из дачи из кошар мужчина вышел в машине оставалась женщина наверное жена такой пучок лука помытого почищенного в прекрасном состоянии живой настоящий лук кто-то не поленился для нас взять его почистить сколько там воды есть у них на даче водопроводы вот для нас это почистили и на те ребята поехали дальше остановилась другая машина у нас ночью холодно уже вечером становится холодно нужны дрова нужно подсапливать вот вчера остановился хорошо вылезнящая машина с ним вышла мужчина остался за рулем вышла женщина девочка лет 12 с пагарника достали штатную где-то на заправке купили две охапки не охапские а связки дров нас сказали спасибо они сели в машину уехали действительно нас реально обычные люди поддерживают другую ночь несколько приехал паренек из южного то есть привез воды вода нужна то тот же чай приготовить нужна вода воды кофе делали кофе постояли поговорили часть у нас еще и назад подвез в южный прекрасное отношение людей очень согревает и поддерживает что мы здесь не зря стоим все здорово я здесь проезжала и видела фотографируются многие останавливаются для того чтобы сфотографироваться возле блокпоста я мало встречал с одной стороны как то немножко неизвестно цели практически я сфотографирую потому что я по вечерам и по вечерам фотографировать не очень удобно а почему по вечерам и часто кто-то фотографируется вечером плохие фотографии в темноте получается а почему по вечерам вы я работаю то есть я частенько после работы отработал опять я приехал в южный на 6 на 6 на 6 наступая на пост до 12 ночи ну чуть-чуть не выспавшись в следующий день не делают я прошу чтобы две ночи две вечера подряд не ставили я мог хорошо отоспаться быть бодрым полноценным работником а по вечерам после работы сейчас выходные сейчас я сказал когда нужно задай старт традиционно вечер в нём привычно удобно все отлично спасибо большое ну вот мы пообщались с активистами в принципе здесь все спокойно в основном мы узнали о том что каких-то неприятных ситуаций на блокпосту кошары не происходит добрый вечер добрый я смотрю у вас даже бронежилет да есть да вы сегодня дежурите да моя смена ага ну и как вам такая подмога ну подмога хорошо всегда хорошо есть люди когда чувствуешь безопасность все поддерживаются а вообще были какие-то неприятные ситуации на блокпосту в связи с событиями в Одессе сегодня есть какая-то встревоженность есть есть но это опять уверенность мы здесь только нельзя стоим допустим когда придет помощь по мою основу основную основу наши ребята допустим делали все с сельскими в Одессе вы действительно спали спокойно то есть они не только одессы в принципе и южные как вы думаете вы сегодня получается на 6 часов да заступили вы так на 6 часов и останетесь или посмотрите по ситуации что вы дальше будете делать то сменюсь потому что мне еще завтра еще на смену идти вечером если сейчас просто навсего не высплюсь то я боюсь проспать своей сменой вы греетесь здесь дровами да кофе дрова есть здесь специальная бочка да возле очень многие оказывают помощь но если есть возможность приезжайте сразу же здесь пожалуйста приносите потому что мы в этом действительно нуждаемся потому что мы на самообеспечении естественно и ребят нужно подкармливать и поить кофе то есть если есть такая возможность у жителей приезжающих населенных домов пожалуйста удобное просьба не отказывай и участвовать так сказать в этом это продукты питания и трава так спасибо сейчас мы посмотрим вот эта бочка здесь активисты греются дрова рубятся вот прямо здесь здесь есть специально оборудованные места импровизировано вот так вот так возле этой бочки мы обогреваемся по ночам ну помогает ведем душевные разговоры да очень конечно согревается еще ночи такие прохладные днем тепло а ночью прохладно и хорошо есть люди которые нам тоже помогают немножко дровами вот ну нам надо дрова конечно чтобы мы могли обогреваться по вечерам спасибо большое я напоминаю всем что мы введем нашу трансляцию с блокпоста кошары вот мы пообщались только что с активистами пообщались с координатором с сотрудниками ИГИ мы не общались специально перед тем как начать нашу трансляцию я к ним подошла для того чтобы пообщаться они сказали что в целях безопасности так сказать чтобы не выдать сколько их здесь находится а вот они решили что они интервью давать не будут в принципе ситуацию мы изучили на этом мы наверное будем заканчивать нашу трансляцию вот и еще растяжки можем подойти да можем подойти можем подойти посмотреть растяжки они такие шуточные очень много погибших в Одессе сообщают очень много погибших в Одессе сообщают это очень печальная новость это все вот такие вот растяжки вот такой забавный малыш который показывает кулак и как будто вы говорите не трогайте Одессу маму в Одессе все спокойно в Одессе все спокойно в Одессе проходят дежурство на блок посту кошар на этом мы заканчиваем нашу трансляцию более подробный материал мы опубликуем на нашем сайте repost.com.ua опубликуем его скорее всего завтра на этом мы с вами прощаемся всего доброго спокойной всем ночи